Юные же междуреченцы уже сейчас с нетерпением ждут свой новый документ – дневник первоклассника. До начала учебного года еще много месяцев, но подготовка к такому важному событию началась заранее. С сегодняшнего дня вы сможете записать ребенка в первый класс. Подробнее расскажет Алена Повх. Времени для того, чтобы ваш ребенок пошел первый раз в первый класс, вполне достаточно. Заявления в образовательных учреждениях принимаются с 1 февраля. Для детей, проживающих или зарегистрированных в микрорайоне данной образовательной организации. Постановлением администрации города все микрорайоны закреплены за образовательными учреждениями. Многие семьи живут не там, где прописаны. В этом случае необходимо предоставить документ, в котором указано фактическое место проживания. Это может быть договор аренды, либо временная регистрация. Посмотреть, к какому образовательному учреждению относится ваш дом, можно на сайте управления образованием в разделе «Родителям». Еще нужно родителям помнить, что если ребенку менее 6,5 лет или ребенку уже старше 8 лет, необходимо обратиться в ПМПК, это на Комарова 4,21, получить рекомендации об обучении и обратиться к нам в управление за разрешением о приеме в образовательную организацию. Для того, чтобы записать ребенка в первый класс, необходимо свидетельство о рождении будущего первоклассника, паспорт родителя и заявление. Его можно распечатать с сайта школы. Татьяна Ибрагимова решила не затягивать, да и времени это занимает немного. Скачала, распечатала, заполнила их дома и уже с готовыми бланками подошла в школу. Там за 5 минут показала наши оригиналы документов, мне сделали ксерокопии, и в принципе все быстро произошло, и мы уже теперь определились, в какую школу нам идти. Если же родители выбрали для своего ребенка школу, которая не относится к территории проживания, они также вправе подать заявление. В первую очередь принимаются те дети, чьи родители и дети проживают на микрорайоне учреждения, а затем уже на свободные места будут приниматься дети, которые не проживают на микрорайоне. Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии в 2-34-09 и 6-08-38. Алена Повк, Станислав Олин, Новости Плюс.